Кадыров ничего не решает. Кадыров это тот человек, который наоборот из того, что выделяется на решение проблемы Министерства образования, Кадыров тот человек, который оттуда забирает. Вот что делает Кадыров. Он больше ничего не делает. Вот, например, один я зачитаю, нохчо 95 пишет. Охрана храма остановила чеченскую полицию, возглавляет вопрос, и смеется, типа, это же невозможно. И многие там так писали, что ты говоришь, как может нам охрана, мол, храма, как она могла остановить кадыровцев, если они приехали, допустим, его забирать. Я хочу вам вот что сказать. Знаете, у нас в республике есть несколько таких мест, куда кадыровцы свой нос сунуть не смеют. Они никогда, никогда не сунут свой нос в Ханкалу. Никогда. Пусть они попробуют приехать в Ханкалу и, например, задержать там кого-то, кто им нужен. Я бы сейчас показал вам фигуру из трех пальцев, как они это сделают. Никогда они это не сделают. Они не посмеют. Никто им этого не позволит. Есть много случаев. Вы вспомните, когда кадыровские, его там какая-то группа у въезда в Ханкалу расстреляла, ну, дом хотели, точнее, расстрелять. В итоге их расстреляли. Когда в Ханкалу заезжали, тоже там есть один чеченец, который служил в Ханкале. Когда они заезжали в Ханкалу, он враг кадырова. А враг он кадырова, кстати, за то, что он укрыл у себя в Ханкале одного из тех, точнее, того самого человека, который убил одного кадыровца. И кадыровцы не смогли его забрать с территории Ханкалы. И они решили отомстить вот этому вот чеченцу, которого звали Беслан, за то, что он якобы того укрыл. И когда он заезжал в Ханкалу на поворот с этой, с основной трассой, его обстреляли. Но он умудрился отразить этот огонь. Они были на двух, по-моему, машинах. Они отразили этот огонь и, наоборот, убили, по-моему, двоих из кадыровцев. И вот этого начальника, командира вот этой вот кадыровской группы, ранили. Очень тяжело ранили. Ещё за ним ехали, он от них уезжал. Потом он уезжал в коме какое-то время. Это, кстати, тот самый человек, который находится в международном розыске по подозрению в убийстве Умара Исраилова в Австрии. Возвольте Благодарёв. Этот человек был ранен представителем Ханкалы. И опять тогда никто не поехал, не посмел заехать в Ханкалу. То есть есть такие места, это места такие, как Ханкала, есть ФСБ, например. В ФСБ в Чеченской республике не может приехать кадыровские какие-нибудь полицаи и зайти туда, свободно кого-то там потребовать. Но не могут они это сделать. Это табу. Это те зоны, куда они не могут сунуться. Так вот, церковь – это ещё более неприкосновенное место. Понимаете? Вы не думайте, что если кадыровские полицейские с такой лёгкостью нас пытают, уничтожают, убивают, врываются к нам в дома, к нам, к чеченцам я имею в виду, сжигают наши дома, возбуждают на нас уголовные дела, это не значит, что они могут также прийти в церковь и сделать там что-то подобное. Они не могут. Не посмеют они. Кишка у них тонка на это, понимаете? Потому что церковь – это неприкосновенное место для них. И поэтому этот человек, который находился в церкви, тем более, если он там помогает этому священнику в этом храме, то этот человек как бы уже является служителем этой церкви. И туда не может прийти какой-нибудь кадыровский полицейский и просто так без проблем его забрать, потому что за него отвечает уже этот священник. И этот священник поднимет ненужных людей, и это плохо отразится на кадыровской репутации. За это, за действия вот этих полицейских придется отдуваться кадырову, рассказывать своему руководству, почему он напрягает русское меньшинство, которое потихоньку там проживает у себя в церкви. Поэтому ничего удивительного. Конечно, туда не приезжал спецназ СОБР вот в этом всем омундировании, чтобы совершить захват. Туда, скорее всего, приехали какие-нибудь два опера какой-нибудь вшивого какого-нибудь отдела, там того же Курчуловского или еще какого-нибудь. Приехали и, наверное, так вынюхивали, есть ли он здесь там и так далее. Им сказали, нет, здесь такого нет, до свидания. Вот так вот, скорее всего, они разошлись. Поэтому здесь удивительного ничего нет. Я не знаю, с чего вы так сильно удивляетесь. Если те люди, которые так со смехом на это реагируют, ну тогда посмейтесь, посмейтесь тому, что кадыровцы не могут сунуть свой нос в Ханкалу. Посмейтесь тогда этому. Посмейтесь тому, что они не могут сунуть свой нос в ФСБ. Почему вы над этим не смеетесь? Обозреватель пишет. Тумсо, скажите, пожалуйста, были ли у вас мысли сделать открытое обращение к кадырову, чтобы он гарантировал вам безопасность и безопасное возвращение вам и вашей семье? И чтобы сняли или расследовали то, в чём вас обвиняют. И чтобы, если вы виновны с точки зрения закона РФ. То, что я сейчас делаю, это разве всё не открыто? С самого начала возникновения у меня этой проблемы, я сразу же вышел в народ, в мир и открыто заявил о этой ситуации, что есть сфабрикованное дело, что меня незаконно преследует. Кадыров прекрасно это всё знает. А обращаться к нему и просить его о чём-то я не буду. Я не должен это делать. Кадыров должен был, если он такой гарант российской конституции на территории Чечни, он должен был отреагировать на это, сказать так, а ну-ка покажите на основании чего вы его преследуете, разобраться. Но он этого не сделал, потому что всё то беззаконие, которое происходит на территории Чечни, сегодняшней Чечни и Кадыровской, это всё происходит с его указания или с его молчаливого согласия. Иначе ничего такого там происходить не будет. Тумзо, завтра в Чечне в школу пойдут десятки тысяч детей. Для этого нужно содержать инфраструктуру и обеспечить зарплатами, и сотни тысяч пенсионеров должны получить пенсию. Все эти вопросы решает Рамзан Ахматович. А ты просто болтаешь. Скажи, почему я должен тебя поддерживать, а не Кадырова Рамзана? Самое главное, ты меня не должен поддерживать, потому что я не какой-то политик и не претендую на какую-то политическую должность. Вот если бы я претендовал бы, агитировал, я бы сейчас, конечно, попытался бы тебя как-то переубедить, чтобы ты стал моим сторонником. А так мне это неинтересно. Что я делаю? Я показываю, указываю проблемы. Я раскрываю кадыровскую ложь. То, что они пытаются преподнести как какие-то великие свои достижения, я показываю, что все это является ложью. Я показываю преступление Кадырова. Вот что я делаю. И мне не нужны сторонники в твоем лице. Это абсолютно я не дуждаюсь в этом. Что касается школ, пенсий и прочего-прочего, Кадыров, Рамзан Кадыров никаких вопросов ни пенсии не решает. Идет в школу, не решает. И, видимо, немножко не в курсе того, как эти проблемы решаются. Вопросы школ, образование решает Министерство образования. Вопросы пенсии решает Пенсионный фонд. Кадыров ничего не решает. Кадыров – это тот человек, который, наоборот, из того, что выделяется на решение проблемы Министерства образования, Кадыров – тот человек, который оттуда забирает деньги себе в карман. Это тот человек, который говорит так, давай там раздербань, сделай так, чтобы вот столько-то из этого бюджета выделенного упало мне в карман, в мой фонд Кадырова. Кадыров – это тот человек, который из пенсионного фонда выдергивает эти средства и кладет их в себе в фонд. А потом из тех миллиардов, которые он украл, он строит одну мечеть и заставляет народ, проживающий в этом населенном пункте, где он построил мечеть, вылизывать его. Вот что делает Кадыров. Он больше ничего не делает. Как ты можешь доказать, что он решает какие-то вопросы, связанные с пенсиями или с образованием? Если их решает Кадыров, зачем нужно тогда Министерство образования и Пенсионный фонд? Давай тогда уберем их из Чечни, эти два института уберем, пусть Кадыров решает эти вопросы без них. И давай финансирование с Россией урежем на эти статьи, и пусть Кадыров сам решит эти вопросы. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok